Сегодня мы поговорим о термине наслаждение. Это один из самых основных и главных терминов понятия лаканского психоанализа. Термин наслаждение как в русском, так и во французском языках может быть в обыдной речи использован как синоним удовольствия и удовлетворения. По-французски, если мы говорим партнеру «жуи», глагол «жуи» означает буквально, что я испытал оргазм. Однако в лаканской терминологии наслаждение скорее противоположны терминам удовольствия или удовлетворения. Не правда ли, когда мы говорим «удовольствие» или «удовлетворение», мы скорее имеем в виду такой сытый покой, умиротворение. Когда же мы говорим о наслаждении, именно в лаканском смысле этого слова, это скорее такое состояние, в котором нам покой только снится. И как можно помыслить это понятие наслаждения? В теории лакана его можно помыслить, отталкиваясь от понятия означающие, вроде бы противоположное как раз-таки понятию наслаждения. В 20-м семинаре, в семинаре Анкор, приведенный на русский язык как «Еще», лакан будет говорить о другом удовлетворении. Он скажет об этом так, что все потребности живого организма, говорящего существа, человеческого существа, заражены фактом включенности в другого удовлетворения, в котором они могут ослабевать. Чтобы привести пример, можно подумать об анорексии, такой довольно яркий пример, в котором мы видим, что биологические потребности человека, мягко говоря, вторичны по отношению к некой другой цели, к некому другому удовлетворению. И действительно человек перестает есть, перестает удовлетворять свои биологические потребности во имя какого-то другой цели, во имя вот этого другого удовлетворения. И с этим другим удовлетворением или наслаждением мы сталкиваемся как с таким продуктом или, скорее, эффектом внедрения означающего в живой организм. То есть с тех пор, с того момента, как ребенок начинает говорить, происходит у его живого организма, происходит потеря. Это потеря, которую невозможно символизировать. Что это значит? Это значит, что символическим уровнем, регистром, невозможно ухватить то живое, которое теряется при говорении, при использовании языка. Можно даже сказать о том, что сам факт говорения, то есть использование речи, использование слов для того, чтобы обозначить то или иное событие и назвать вещи своими именами, имеет то, что называется в психологии эффект кастрации для говорящего существа. То есть каждый раз, когда я говорю, я что-то теряю. Так вот, наслаждение, что это такое? Это, собственно, остаток вот этой символической операции говорения. Операции, можно сказать, по убийству вещи. То есть означающе влияет на тело. И вот это влияние, вот этот остаток, его невозможно игнорировать. Мы можем просто сказать, что мы не можем быть буквально роботами, социально вписанными в общественные рамки без каких-либо, то, что называется, симптомов. Мы видим, что наслаждение является также частью любого человеческого симптома. Но надо говориться, что наслаждение в теории Лакана не всегда имело статус вот такого раздражающего избытка. Лакан скажет об этом. О наслаждении как о чем-то, чего не надо бы. Значит, в самом начале учения Лакана, в его первых семинарах, наслаждение относилось к регистру воображаемого. И напомню, что с самого начала своего учения у Лакана присутствуют вот эти три регистра. Воображаемое символическое и реальное до самого его позднего учения. Однако же у первого Лакана, это помним, символическое давлеет над воображаемым и реальным. Что это значит? Это значит, что по мнению первого Лакана, по идее и по верованию, скажем так, первого Лакана, символическими структурами можно ухватить все бытье человека. То есть, если у Фрейда было там, где оно должно стать я, то у Лакана, получается, там, где было воображаемое, должно стать символическое. То есть, есть такая вера во всемогущество символического. И, например, анализируя случай Шребера, знаменитый случай психоза, Лакан располагает на своей знаменитой схеме И, его наслаждение, транссексуальное наслаждение, как он скажет, он располагает его на стороне воображаемого. И только лишь преодолев свою веру в могущество символического, Лакану удается вывести наслаждение из вот этого воображаемого регистра и начать говорить о трех равнозначных регистрах – воображаемое, реальное и символическое. Оговорюсь так же, когда мы говорим «реальное», речь не идет о реальности. То есть, это не та реальность, которая нас окружает, как бы для всех понятная, очевидная и правдивая. То есть, речь идет о реальном, как о третьем регистре, который не символическое и не воображаемое. Это значит, что его невозможно представить, потому что в таком случае мы оказываемся в регистре воображаемого, и невозможно его помыслить, описать, потому что попадаем тут же в символический регистр. То есть, это действительно радикально особый регистр психического человека. И как мы можем получить к нему доступ? Можем получить доступ только с ним, буквально столкнувшись. Блокон скажет о том, что, когда мы ударяемся головой, я подверну косяк. Да, вот это реальное. Это всегда неожиданная встреча. И примером тому может служить травма. Что такое травма? Человек столкнется с чем-то совершенно неожиданным, что прорывает буквально весь символический аппарат, всю символическую конструкцию, которую он выстроил вокруг того мира, в котором он живет. Да, вот в этом мире воображаемом символическом прорывается брешь. Да, оказывается, брешь, вызванная вот этим реальным. И что удивительно, да, что вот это страшное событие, да, с которым человек сталкивается, почему-то так получается, что оно начинает повторяться. Оно повторяется во снах, оно повторяется в таких навязчивых воспоминаниях. То, что называется флэшбэками, да, то, что называем посттравматический эффект. Да, вот удивительно, действительно, можно задать себе вопрос, да, почему человек постоянно подвергается наплыву вот этих вот воспоминаний, хотя они жутко болезненные, да. Почему он продолжает переживать эту ситуацию во сне, воспоминаниях и так далее. Так вот, то, что возвращает каждый раз человека в эту ситуацию, да, то, что является мотором вот этого повторения, это и есть наслаждение. Да, то есть есть что-то в ситуации травмы, что символическое пытается схватить, что воображаемое пытается покрыть вуалью, да, такой завеса мифа, но есть что-то, что этому сопротивляется, да, вот некий излишек, да, вот, собственно, об этом излишке лакан расскажет, как о наслаждении. То есть можно сказать, что наслаждение является ядром любого такого травматического события и его мотором, да. И более поздний лакан будет говорить о том, что любой симптом человеческого существа, ядром этого симптома является вот этот остаток, вот это наслаждение, да. И здесь можно говорить о симптомах более-менее жизнеспособных, вписанных в социальный контекст, таких как артистическая деятельность, например, да, или даже трудоголизм, или же занятия спортом, да, все зависит от того, на какой точке, да, человек останавливается, да, не захватывает ли эти занятия его целиком, да. То есть, грубо говоря, можно говорить о симптомах, вписанных в социальный контекст, мотором которых также является наслаждение, но наслаждение цивилизованное, скажем так. Однако есть другие симптомы, такие симптомы, как токсикомония, например, да, алкоголизм, или уже выше описанная анорексия, да, в которых наслаждение затапливает субъекта настолько, что он лишает его символических и воображаемых конструкций и может довести до предела, да, пределом, собственно, вот такого затапливающего наслаждения, да, является его полное отсутствие, то есть смерть. Да, то есть есть риск довести человека до смертельного финала. Однако главным таким всеобщим симптомом человечества, в котором наслаждение играет, можно сказать, самую главную роль, это является отношение между мужчиной и женщиной, да, отношение между партнерами. Достаточно вспомнить один из главных постулатов Лакана, да, о том, что тезис Лакана о том, что сексуальной связи не существует. Опять же, оговорюсь, речь именно о связи, а не об отношениях или сексуальном акте, которые как раз-таки вполне себе встречаются. Сексуальная связь означает, что невозможно записать отношения между двумя разными элементами, да, если мужчину как Х и женщину как Y, наоборот, связь между ними записать невозможно, да, то есть еще раз, говоря более простым языком, не существует формула, которая бы описала отношения между партнерами, да, и вот с этой дырой, да, вот с этим, это то, что отсутствие сексуальной связи, по сути, приравна Лакану к реальному, да, вот с этой дырой всем приходится иметь дело. Несмотря на видимость возможной слитности, целостности, которая существует в паре, оказывается так, что единственное наслаждение, с которым партнер имеет дело в отношениях со своим партнером, со своей партнершей, это его собственное наслаждение, да, то есть цифра один, да, единства быть не может, да, всегда речь идет о двух элементах, которые наслаждаются, будучи вместе. Можно сказать об этом иначе, можно наслаждаться с помощью партнера, но невозможно наслаждаться вместе с ним. То есть наслаждение – это не что-то, чем можно поделиться, да, наслаждение, действительно, оно у каждого свое. И чтобы не быть совсем пессимистами, да, в этом отношении, нужно все-таки оговориться, что есть такие моменты, существуют такие моменты, когда все-таки вот эта вот невозможность записи, да, она приостанавливается, да, и вдруг происходит что-то, что позволяет вот этой связи хотя бы ненадолго установиться, да, и вот здесь так, анализ выступает скорее со своей такой поэтической стороны, да, когда мы говорим о точке остановки пари, да, когда наслаждение, собственное, да, единичное наслаждение переходит во что-то другое, да, и связь может установиться, да, это момент, когда мы говорим о любви.